Такой общий вопрос. Кавер-леттер, при подаче на какую-то позицию, их наличие или отсутствие у кандидата, насколько сказывается на приглашении человека на интервью? Ну, видимо, имеется в виду, когда он напрямую в компанию, потому что, например, рекрутеру, вот такому агентству рекрутерскому ваше письмо вряд ли нужно, но вот именно когда в компанию. Кавер-леттер стоит воспринимать как дополнительную возможность сделать, чтобы вас заметили. Если вы хотите непосредственно работать в этой компании, вы знаете ее особенности, следите за ее деятельностью, то постарайтесь изложить это в своем кавер-леттер. И, конечно, это привлечет внимание рекрутера, потому что всегда хочется понимать, что ты берешь не случайного человека, а того, кому интересна индустрия и кто уже имеет какие-то достижения, возможно, связанные с этим. Если человек, конечно, имеет потрясающий опыт, то, возможно, ему это не нужно. Таких людей берут без резюме, без скавер-леттера, их знают лично и стараются пригласить себя в компанию. Но для кандидатов, я думаю, что это хорошая возможность показать себя. Я думаю, что когда мы говорим про менеджмент-левел, то это уже совершенно необходимо. Для программиста может быть вопрос такой, да-да-нет-нет, но, скажем, от какого-то уровня людей уже ожидается, что есть письмо. Я думаю, что в идеале нужно на любой позиции такое письмо писать. Да, но постарайтесь избежать общих фраз. Понятно, что люди часто подают свое резюме в разные компании и дают какой-то дежурный ковер-леттер. Вот это не помогает. Нет. Наоборот, это хуже, чем... Видно, что разгильдяй. Значит, я тогда, знаете, что скажу? Ребята, те, кто знают наш курс по тестированию на русском языке, partner.com.ru, там 10 занятий и последние два там про резюме и про ковер-леттер. Мы там несколько часов разбираем ковер-леттер, структуру, технологию, чего делать, чего не делать, если вдруг у кого-то больше вопросов возникнет. Насколько велик шанс того, что работодатель выберет молодого специалиста, меня, нежели человека с опытом? По логике, у опытного работника больше навыков и знаний. А какие преимущества есть у молодого специалиста? Я думаю, плюсом, может быть, то, что молодой специалист не имеет никаких устоявшихся стандартов, в отличие от опытного, и с него можно лепить, как с глины, то, что нужно. Ой, не скажите ни с любого, вынес, любого можно лепить, придавая необходимую форму. Прокомментируйте, будьте любезны. Если позвали на собеседование... А, я в следующий вопрос, да. Прокомментирую вот эту часть. Хорошо. Опять-таки, многое зависит от потребности самой компании. Если компания хочет вырастить специалиста непосредственно для решения каких-то своих специфических задач, то велика вероятность, что она примет решение взять молодого сотрудника. Если же есть какой-то срочный проект, результат нужен прямо сейчас, то, скорее всего, предпочтение будет отдано тому, у кого есть опыта. Я бы на самом деле от себя добавил, что есть на самом деле конкуренция между опытным и неопытным немного, потому что есть позиции для неопытного, есть позиции для опытного, они не пересекаются. Часто компания в описании позиции указывает, готова ли она обучать сотрудникам. Так, значит, прокомментируйте, будьте любезны. Если позвали на собеседование, и ты не понимаешь вопрос, либо хуже, не знаешь ответа на него, как быть в такой... по-моему, когда не понимаешь еще... Ну, значит, как быть в этой ситуации? Честно признаться, что не знаешь ответ, или есть какие-то еще варианты? Ну, если все слова в вопросе непонятны, может быть, эта позиция не совсем для вас. Да. Но, если это какая-то случайность, то, конечно, лучше задать уточняющие вопросы, и ничего страшного в этом нет. Ну, да, на самом деле не ожидается, что 100% ответов хороших там. На что обращают внимание американские HR при приеме на работу в плане личной информации о претенденте? Ведь известно, что в США не приветствуется дискриминация. Не приветствуется, так, это мягко, по возрасту, полу и тому подобное. Но при относительно равных навыках для оппозиции смотрит ли HR на возраст, наличие детей и прочее? В общем, как они для себя оценивают претендента при собеседовании фейс-то-фейс? И, конечно, интересные разные фишки, которые позволяют сделать правильный выбор между несколькими кандидатами в случае одинаковых навыков. Вот, да. Какой длинный вопрос. Давайте по частям. По частям. Давайте, значит, вот, за счет дискриминации. Вопрос такой, как же не дискриминировать вас больше? Действительно, в США интервью построено таким образом, что акцент делается на выявлении профессиональных навыков. А если вам задают личные вопросы, сколько вам лет, кто будет сидеть с вашими детьми, пока вы работаете, или что-то еще в этом духе, вы можете на них не отвечать. Это вообще совсем плохо. Можете еще и пожаловаться. Ну, это уже решение каждого, да. Но можно на них не отвечать, и такие личные качества не должны стать каким-то препятствием. Я бы сказала, что в странах СМГ гораздо больше свободы для HR во время интервью и больше соблазна этой свободы злоупотребить. А вот в Израиле они прямо в резюме пишут, какой возраст, сколько детей, там, жена, двоих детей, excellent health. Вот прямо в шапке. Да, как я сказала, что действительно HR в разных странах очень отличается. И когда работаешь в разных регионах, должен понимать особенности. Так как они оценивают-то? Хорошо, HR как бы не должен на это смотреть. Ну, вот все-таки давайте. Вот у меня школа, да? У меня есть ребята 19 лет. Я могу сказать, что 19 лет, казалось бы, образования-то нет. Их берут не просто берут. Их оставляют тут же. Проходит год, они по 100 тысяч получают. А ребят, которые, скажем, 35 лет, которые там два университета закончили, которые там, ну, я не знаю, сложившиеся, матерые, их так не расхватывают. Значит, а я уж не говорю про тех, которым 52. Это отдельный разговор. И это же видно сразу на резюме. Понимаете, получается так, если он на резюме возраст скрывает, и вроде бы ему 30, а приходит ему 52, да? И сразу у всех настроение портится. Значит, если это видно сразу из резюме, то в очень многих местах его и не позовут. Он, может быть, официально не напишет, мужик, ты что в таком возрасте шлешь-то? Но в голове-то у него что? Возраст не должен стать причиной отказа или причиной какой-то дискриминации. И я думаю, что есть еще дополнительные факторы. Например, может быть, тот человек, о котором вы говорили, которому 19 лет, и которого оставили, и который получал 100 тысяч, возможно, он был более энергичный, готов был работать большее количество времени, легче обучался. Конечно. Или имел какие-то другие преимущества. Был очень обаятельным и много читал. Причины могут быть разные. И я думаю, еще во многом важный фактор. Компании же тоже разные. Какие-то компании – это действительно совсем молодые стартапы, молодая команда, и в нее, может быть, легче вписаться такому человеку. А в какой-то компании разработчики уже такие более опытные, более матерая команда. И там человек постарше вполне себя будет чувствовать комфортно. Я приехал в 34 года и работал в шести компаниях. Во всех шести компаниях я шел по возрасту после президента и вице-президента. Все остальные были уже моложе. Скажем, менеджер 25-28 лет – это норма. То есть полно. И, конечно, они, может быть, не специально, но они просто не воспринимают. Может быть, так, конечно. Но что сказать? Наличие детей. Но наличие детей просто никто не в курсе. И я даже не слышал, чтобы кто-то кого-то на интервью спросил про наличие детей. Да, это непринято. Это непринято, да. И откуда вы, как вы попали в страну, там тоже не спрашивают. Конечно, интересны разные фишки, которые позволяют сделать правильный выбор между несколькими кандидатами в случае одинаковых скилл. Ну, то есть, грубо говоря, вот есть несколько человек, все могут работать. Все могут. Три человека, как из трех выбрать одного? При том, что профессиональной разницы нет между ними. Ну, я редко встречала, чтобы уж совсем не было профессиональной разницы. Да. Обычно все равно у каждого из нас свой опыт и свой путь, который был пройден. И, соответственно, для каждой позиции или для каждой компании, в зависимости от потребностей, даже на одну и ту же позицию будет много факторов, которые повлияют на это решение. Да, предыдущий опыт, какое-то конкретное образование, опыт работы в какой-то конкретной стране, там еще что-то. Много действительно бывает дополнительных факторов. Ну, хорошо. Важен ли диплом бакалавра, магистра в сфере компьютер-сайенс при приеме на работу? Я думаю, что образование, конечно, играет значение. Имеет роль, играет роль какую-то, да. Как влияет возраст кандидата, возраст на вероятность найма при прочих равных. Например, кью-инженеру два года опыт в России, три года опыт в США, то есть пять лет опыта. Да. И если кандидат, вот эти, 25, 35, 45 и так далее лет, как это влияет на шанс получения оффера? То есть можно ли войти в специальность, это уже на самом деле немножко уточняет вопрос, после 35 и работать в кью-инженере до пенсии? Ну, то, что можно войти, это да, это я могу сказать сам. Но с точки зрения HR, с точки зрения, у человека 25 лет опыта, ой, 5 лет опыта, 25 лет, 35 лет, 45 лет. Я думаю, что, конечно, все возможно. Войти и войти в индустрию, и работать, и опять-таки много разных факторов. А какой опыт был у человека до этого? Может быть, его опыт не исклея из какой-то другой индустрии, будет очень полезен и сыграет большую роль при приеме его работы. Ну, безусловно, если он был электронщиком, это не то же самое, если он такси водил. Это, конечно. Как нужно действовать с точки зрения HR, если хочется найти не просто новую работу, а увеличить свои шансы попасть на работу именно в определенную компанию, то есть получить dream job. Вот ты знаешь, что ты хочешь туда. Вот что сделать? Ну, в век социальных сетей нетрудно найти любого специалиста из любой компании. В LinkedIn, например, можно связаться с HR этой компанией, можно связаться непосредственно с тем, кому хочется попасть. Но нужно понимать, что важно правильно себя подать. Фраза «всю жизнь мечтал у вас работать, возьмите меня, пожалуйста», работать не будет. Нужно написать свои идеи, если уж это dream job, и вы понимаете, почему вы хотите в эту компанию. Значит, есть что сделать, есть что сказать в этой компании, как повлиять на результат работы этой компании. Расскажите о своих идеях. А не то, что платят бесплатно, и стиралка бесплатная. Да, и кроме того, компания технически часто делают какие-то конференции, хакатоны. Очень здорово, если вы сможете поучаствовать у них и хорошо себя проявить, взять визитку того человека, к которому хотите попасть, и потом выйти на связь. В чем заключается смысл психологических вопросов, и насколько они влияют на шанс трудоустройства? Ну, тут все не так просто. Конечно. Психологические вопросы позволяют HR понять, как человек думает, что для него важно, какая у него мотивация. Поэтому они помогают, скажем, составить портрет кандидата. Да, есть какие-то речевые паттерны, которые позволяют, например, понять, человек ориентирован больше на результаты или на процесс. И то, и то может быть очень хорошо, но для разных позиций. Вот. Да. Что вы об этом думаете, или как вы, что вы чувствуете по этому поводу? Разные могут быть вопросы. Какие применяют методики? Обращают ли внимание на образование? СНГ или Европейская колледж, университет разнообразных курсов и школ при трудоустройстве, и как оно влияет на шансы или умения? Опыт работы важнее всего. Ну, то есть, вы уже сказали, что образование важно, но вот помимо, скажем, мастера, бакалавра, ну, вот какие-то курсы, например. Я думаю, что образование дополнительное важно прежде всего потому, что оно позволяет получить непосредственно знания, которые помогут делать работу более эффективно. И, конечно, если есть возможность получить образование в американском ВУЗе, особенно в уважаемом ВУЗе, то это необходимо сделать. А вот если человек там онлайн его как-нибудь, там из, я не знаю, Краснодара, вот онлайн его учился там в Кембридже? Лучше онлайн его, чем никак. И важно, что он вынес из этого обучения, ведь бывает очень эффективный онлайн-программ, а бывает не очень. Но, во всяком случае, на резюме, на запись, что он, скажем, изучал это там в Кембридже или там, допустим, в Стэндфорде, ну, неплохо. Даже если онлайн. Ну, неплохо. Наверняка HR задаст вопрос, как проходило обучение и чем было полезно. Окей, это хороший вопрос, кстати. Да. Хороший вопрос. Как рекрутеры, ну, HR, относятся к соискателям, имеющим опыт предпринимательской деятельности? Если отрицательно, то как грамотно вот с этим дело иметь? Вот человек ищет работу по-найму, а сам предпринимателем был. Конечно, понятно, опасность, да, то есть он его мысли-то не... Он по-другому себя позиционирует уже в жизни. Вот возьмут, не возьмут, и что вот нужно, чтобы никто не смотрел на это отрицательно? Я думаю, что важно, на какую позицию претендует этот соискатель. Много позиций, в которых необходимо уметь работать независимо, уметь принимать правильнические решения, выстраивать команду, брать на себя ответственности, риски. В такой позиции предпринимательский опыт может быть очень полезен. И я бы сказала, что не стоит его прятать уж точно. Скорее подумайте, если он даже не имеет прямого отношения к этой вакансии, подумайте, какие навыки вы извлекли, которые могут быть здесь полезны. Может быть, вы научились работать с финансовыми документами очень хорошо. Может быть, умеете работать с распределенной командой. То есть нужно рассказать о тех навыках, которые будут полезны для этой позиции. Понимаете, вот я это вижу так через призму. Вот человек приехал, там был, не знаю, менеджер в магазине, когда большой. А тут вот язык там туда-сюда. Да, вообще он когда-то заканчивал, там, скажем, МВТУ у меня небавно, как инженер-механик, ну, просто вот так сложилось, что работал в продаже. Мы понимаем, как это бывает. И вот он пришел, учится на тестера или на программиста, допустим. И он думает, вот мне в резюме показывать, нет, понятно, что если позиция требует, вопросов нет. Вот если позиция уж совсем такая, ну, в лоб, вот тестер, там, программист, я не знаю, там, сисадмин какой-то, и вдруг у него предпринимательский опыт, это не помешает? На мой персональный взгляд, нет. Потому что этот человек потом может стать тем лидом, где ему нужно будет управлять командой. У него есть подобный опыт управления людьми. Пусть это будет не техническая команда, а какая-то другая. Но, тем не менее, он уже знает, когда люди приходят к нему с какими-то проблемами, он знает, как себя повести. Или, например, он, если работал в продажах, возможно, он обладает навыками убеждения очень хорошими. И когда впоследствии он будет интервьюировать кандидатов, он сможет так рассказать ему о работе в своей команде, что получит самых лучших специалистов. То есть вы не воспринимаете его, как волка, который все равно в лес глядит, как его не кормит он на обычной работе, он все будет норовить куда-то свалить и не будет хэппитом и все такое. Я бы не стала делать таких поспешных выводов от одного факта. Есть целый ряд факторов, которые ИЧАР анализирует, принимая решение предложить эту вакансию кандидату или нет. Хорошо. При трудоустройстве в США новоприбывшего эмигранта какая форма подтверждения образования, квалификации, трудового опыта будет достоверна для американского работодателя? Я скажу, что в основном на слово верят, но вот вы как с той стороны? Есть специальные агентства, которые переводят дипломы, сертификаты и гарантируют, что этот документ переведен профессиональным переводчиком, проверен. И, конечно, я бы рекомендовала перевести свои документы и воспользоваться услугами именно уважаемых профессионалов. Но не дома у себя, а здесь в США. Да. Даже если вы находитесь в процессе удаленного поиска работы, лучше иметь переведенные документы. Хорошо. Какие ответы хотят услышать, видимо, со стороны ЭЧА, задавая такие вопросы, как почему решили сменить место работы, как видите себя через 3-5 лет, чего ожидаете от новой работы, что, собственно, вы хотите получить в ответ? Точнее так, может быть, шоу-стопоры какие-то там вылезают. Чего? Вот для чего это? Конечно, хотим получить и честные ответы. И хотим разговорить с кандидатами иногда. Хотим понять, как он думает, что для него важно. Часто мы слушаем не то, что человек говорит, а то, как он говорит. И на это обращаем внимание. На самом деле, я вот вижу, знаете, у меня было видео, мне, правда, YouTube его снял, на тему, на английском я написал видео, на тему «Tell me about yourself». Но для привлечения, как бы, зрителя, я такую картинку повесил. Знаете, там женщина сидит с голой спиной, ну, так раздетая, она против 3 мужика, значит, в калстуках ее гоняют. Ну, вот «Tell me about yourself», да, вот она, как практически. Ну, и они мне из-за этой картинки видео брали, так там за 2 года 2 миллиона с половиной было просмотров. Значит, люди ходят, не на гулую тетку посмотреть, а они ходят понять, как отвечать на вопрос «Tell me about yourself», как отвечать на вопрос «Why should we hire you?» и так далее. И в результате они что-то нашли, им понравилось. Дальше оно к ним отношения не имеет, в общем-то, но ему понравилось. То есть он приходит к вам и вываливает на бас найденное в угле. Это чувствует, что это не свое? Чувствуется. То есть правильнее иск, не важно уже что, но искренне. Я думаю, что обязательно отвечать нужно искренне, но при этом нужно все-таки подумать и сформулировать свой ответ как-то правильно, чтобы он действительно отражал полностью то, что вы хотите сказать. А как вы отнесетесь вот к фразе такой интересной, я по-русски скажу, «Нельзя сказать неправильную вещь правильному человеку». Если человек правильный, он тебя поймет, что не важно, что ты там сказал, но он поймет. Я думаю, что часть работы HR и часть такой магии интервью – это умение HR все-таки смотреть немножечко глубже и действительно как-то почувствовать кандидата. У нас для этого бывает очень мало времени, всего час, например. Но так нарабатывается, в общем, опыт, который позволяет потом, надеюсь, правильное решение принимать. Хорошо. Если получить диплом с Computer Science, Computer Software Development или Computer Science в колледже, после одного-двух лет учебы в США или Канаде, то есть не бакалавра, не мастера, а вот какой-то диплом, у таких кандидатов будут шансы выше получить работу, нежели у тех, кто без профильного образования или нет. Поможет ли это как-то или только если бакалавр-магистр, или только есть степень бакалавра-магистра. То есть, допустим, у него бакалавр по Mechanical Engineering, а вот он взял там какой-то два года проучился или год проучился там программирования в университете каком-то или в City College. Это достаточно, ну, какой-то заслуживает внимания или все-таки надо иметь бакалавра-магистров Computer Science? Если мы говорим, и так поставлен вопрос, лучше иметь два года профильного образования, чем не иметь профильного образования, то я скажу, что лучше иметь профильное образование. Если мы говорим о том, что лучше иметь два года профильного образования или иметь магистратуру, я скажу, что лучше иметь магистратуру. Так, хорошо. Вот такой, значит, вопрос. Я его немножко переформулирую, но звучит он так в оригинале. Нужны ли штатовскому рынку труда украинские project manager? Я немножко расширю, потому что это тема такая более важная. Если человек project manager из-за границы, неважно, там, белорусский, украинский, российский, там, и так далее, он может как-то вот так прямиком найти работу здесь, особенно, если требует рабочей визы, ну, даже и без рабочей визы. Или все-таки это разные культуры такие, и не получается вот так сразу, а надо что-то поделать еще, а потом только в project manager. Вот как с этим будет. Мы снова возвращаемся к критерию, что именно этот конкретный человек может предложить компании. Какой набор навыков и опыта он несет? Конечно, здорово, если он поработал на этой позиции, например, в каком-то филиале американской компании в своей стране, и потом хочет работать в Америке. Конечно, это будет проще. Но, тем не менее, я думаю, что это возможно, особенно с учетом того, что, например, команда, с которой он работает, может находиться в его стране. И тогда его особенность станет его большим достоинством, потому что он сможет решать эффективно проблемы на местах. Его знание, менталитета, культура, языка поможет ему, например, работать с командой русских разработчиков или украинских разработчиков. И это может быть очень хороший сценарий. Конечно, все равно придется доучиваться, осваиваться. Но я думаю, что человек, который на такой путь для себя избрал, скорее всего, будет достаточно целеустремленный и сможет обучиться тому, что необходимо. В русле вам сказано вам и ранее, скажу, что вот если он будет там украинским проект-менеджером, возьмет и получит какой-нибудь там сертификат американский по проект-менеджменту, какой-то там проект-менеджмент институту, в таком месте, да? Наверное, у них можно там заочно, онлайн, его как-то. Я думаю, это классно будет, если у меня будет американский сертификат по проект-менеджменту. Конечно. Конечно.